Коллеги, доброе утро! Сегодня 31 марта 2015 года. С вами Игорь Суздальцев, ведущий видеопортала трейдеров Utrade TV. Мы начинаем программу «Торговый план». Прежде всего, обращаю ваше внимание, что сегодня конец месяца и конец квартала, поэтому торговля будет особенно сложной, волатильной. Много, я думаю, будет закрытий сегодня, открытых позиций, чтобы показать прибыль или какие-то плановые показатели на конец квартала или просто закрыться, чтобы не переходить в следующий квартал с открытыми позициями, чтобы упростить двух учет и как-то его стабилизировать. То есть много-много может быть сегодня совершенно непредсказуемых действий. Это каждый конец квартала так, поэтому ничего удивительного, будьте просто осторожнее. На мой взгляд, коррекции от основного движения сегодня вполне или фиксация прибыли сегодня вполне допустима. Ну что, двигаемся дальше по новостям. Новости у нас сегодня очень интересные, которые тоже позволяют сделать далеко идущие выводы. Ну, прежде всего, самая удивительная новость, которую я, думаю, вообще никогда в жизни не увижу, но увидел. Главам госкомпании разрешили не публиковать сведения о доходах. Вот такая простая новость. Почему это цивилизационное решение, критически важное, для финансовых рынков в том числе? Потому что мир разделен на две системы управления. Республиканское, где действует либеральный принцип «закон един для всех», и Владимир Путин часто, кстати, его повторяет. И второе, монархическое, где монарх может своим решением предоставить любую привилегию и любому сослогию. Так вот, по республиканскому принципу, руководители госкомпании, они называются госкорпорации, находящиеся под государственным контролем. Не важно, есть там частные интересы, нет, они находятся под государственным контролем, они обязаны отчитываться о своих доходах. Этот принцип определен в конституциях всех республиканских государств, в том числе Российской Федерации. И когда сейчас Владимир Путин разрешил не публиковать, главам госкорпорации не публиковать сведения о доходах, ну, это имеется в виду, естественно, господа Сечин, Миллер, Якунин, ну, Газпром, РЖД, Роснефть и так далее, там 29 человек, по-моему, указано, надо посмотреть внимательно все эти цифры, да, 29 госкомпаний выводятся из общего республиканского принципа, то совершается переход от республиканской модели управления к монархическому. То есть в 17-м году мы совершили переход от монархических к республиканской, а в 2015-м году в одном из элементов части отчетности руководителей госслужащих перед республиканском, а республика означает власть народа перед народом, мы совершаем в этой части пока только, мы говорим точно, в этой части совершаем обратный переход. Что, естественно, влечет за собой очень и очень неприятные последствия. Какие это будут последствия? Во-первых, упреки Владимиру Путину, что он нарушил принцип республиканского управления, что закон теперь не един для всех, нарушена Конституция Российской Федерации, Запад теперь просто не может пригласить Владимира Путина участвовать и ни в каких G7, G8, G125 и так далее, потому что формально Россия может быть отнесена к недемократическим, нереспубликанским государствам по этому признаку, потому что налоговая отчетность – это один из важнейших принципов государства. Ну, как вы знаете, налоги и армия – один из важнейших элементов. Поэтому, что будет происходить сейчас, мы не знаем совершенно точно, но меня даже не это интересует. Ладно, мы никогда прав особых не имели, проживем, жили при Екатерине без прав, где там любой дворянин мог забить до смерти любого крепостного, жили при Сталине, где вообще там миллионы людей отстреляли, как собак, и никто не ответил за это, ну и так далее. Переживем, это вопрос не в этом, а вот в чем. Почему Владимир Путин именно сейчас хочет видеть лояльность этих 29 человек? То есть, к чему-то… он знает прекрасно, что сейчас какая истерика начнется на Западе, прекрасно знает. И почему он именно сейчас принимает это решение? И здесь главный вопрос – а не готовится ли он к чему-то большому, чрезвычайному? Скажу открытым текстом – не готовимся ли мы к большой войне с НАТО? И не хочет ли таким образом Владимир Путин получить лояльность абсолютно этих 29 человек? Потому что в случае чего он может сказать в любой момент – ребят, ну все, теперь я публикую ваши сведения о доходах и так далее. Так вот это меня больше всего отревожит. И это имеет прямое отношение к нашим с вами торговым планам. Вот я сегодня, например, не знаю, что говорить. Рост или падение – оно неизвестно, что будет завтра. Потому что остальные новости такого же типа. Например, Кремль заказал высшую награду за военные заслуги ценой 1 миллион рублей. Это за какие такие заслуги будут вручаться эта награда? Тем более награда Андрея Первозванного. Орден Андрея Первозванного, монархический орден, восстановленный в России. И который, кстати говоря, не все согласны принимать, потому что это не республиканская награда. Это вот такая новость. А что такое? За какие такие военные заслуги сейчас будут вручаться этот орган? Понимаете? Или, ну вот сейчас вышла новость, международное следствие показало улики по делу сбитого в Донбассе Боинга. Но если его перевозили, там уже международная группа экспертов подтверждает, его перевозили на тягачи «Вольво», который был взят на донецком предприятии. Но кто его там мог взять? Естественно, не украинские силы, которые в Донецком в этот момент не владели. То есть все понятно. То есть уже идет обострение такое резкое. И такое впечатление, что уже сейчас никто ничем не занимается, все готовятся к войне. Очень важно это учитывать в наших торговых планах. Потому что война и революция – это два элемента системного риска, при котором может произойти обрушение всей финансовой системы. И в этом случае надо действовать очень четко, чтобы не потерять все. То есть есть разные варианты действия этих ситуаций. И 1998 год нас этому хорошо научил, когда был системный риск обрушения финансовой системы, которая реализовалась. Поэтому, как действовать, я, например, знаю абсолютно точно, для меня принципиально важно, когда действовать. Поэтому сейчас будем на эту тему думать. Ну а сегодня, на мой взгляд, ничего такого принципиального по новостям, по другим, я не вижу. Будет спокойный, тихий день. Это все, это знаете, как в 41 году, с января месяца все знали, что будет война. И ничего, до июня спокойно жили, без всяких этих. Вот точно так же сейчас. Все знают, что будет война уже. Уже 152 признака есть этому всему. Ну, надо спокойно жить, работать, зарабатывать. Потом, когда будет, разберемся, что в этот момент делать. А сейчас пока надо зарабатывать на том, что есть. И вот сегодня, на мой взгляд, будет спокойный день. Деньги на биржу, я уверен, положат сегодня, как и вчера. Рост, конечно, без сомнения, кстати, абсолютно уверен в том, что сегодня какой-то рост будет. Тем более, что вчера был хороший рост. Посмотрите, индекс ММВВ вырос на 2,6%. Индекс РТС на тот же показатель вырос. Рубль приплелся к доллару на 34 копейки, евро вообще на 66. И вот эти показатели 57-56 по доллар-рублю, 62-33 по евро-рублю, выглядит, на мой взгляд, прекрасно. Тем более, что и нефть стоит на 55-80, как привязанная, второй день. Она выскакивает иногда выше. Но на этом уровне ее как-то прижимают. То есть такое впечатление, что кто-то ждет каких-то решений. Ну и вот сегодняшнее, так сказать, решение из России, я думаю, оно подтолкнет. Мне кажется, сегодня ночью уже что-то мы увидим. Потому что если уже пошла такая дарование дворянских привилегий, это значит торопятся, торопятся. Все готовятся, подготовятся к чему-то. Мы, понятно, не знаем к чему, но тут каждому отвечает на этот вопрос самому. Ну к чему-то очень большому. Дело в том, что последний раз такие привилегии, отказ от публикации налогов в России для ведущих лиц, были никогда. Ну у нас, во-первых, при советской власти вообще никто ничего не публиковал. А вот после 91-го года, нет, все заставили, все публиковали. То есть современная Российская Федерация, это впервые. Это впервые, посмотрим, к чему это приведет. То есть, ну уже можно прямо сказать, что сформировался слово новой аристократии, нового дворянства, которое имеется словные привилегии. Забудьте Конституцию Российской Федерации, она, похоже, уже не существует. Вот, есть новые какие-то правила, уже больше монархического правления. Ну что, коллеги, давайте посмотрим, что нам монетка посоветует. Sell, buy, у нее две стороны. Я нефть не буду ставить. Все, нефть забудьте тоже. Нефть уже не влияет. У нас начинается внутренний рынок, внутреннее регулирование. И, конечно, я поставлю тогда, наверное, на рубль. Я думаю, что рубль сейчас будет держать тоже очень хорошо. Индекс ММВБ уже сейчас, с сегодняшнего дня смысла не имеет. Если все переводится на режим ручного управления полный, уже там деньги, скажем, внутреннее фондирование с биржи уже никого тоже не интересует. Фондирование будет в рамках мобилизационной экономики, в рамках мобилизационного бюджета. А вот рубль, рубль остается основным средством обращения. И, конечно, в нем сейчас будет основной оборот, основной капитал. Бросаем на рубль-доллар, естественно, ставка на рубль. Что делать с рублем? Прокупать, продавать? Вы можете загадать свой финансовый инструмент. Бросаем монету. Ой, плохо бросил, сори. Оп, хорошо бросил. Смотрим. Рубль покупать сегодня нам советуют монеты. Ну, отлично, отлично. Будем надеяться на лучшее в этой ситуации. Коллеги, сегодня мы планировали, как обычно, по вторникам поговорить по опционам. Но дело в общем-то. Илья Коровин плывет на круизном судне из Бразилии в Россию. Не получается с ним установить связь, к сожалению. Андрей Зубков не смог войти до половины десятого. Поэтому тоже, к сожалению, ну, больше, так сказать, выбивать кого-то из системы, чтобы дать слово Андрею, я, конечно, не буду, потому что все мы здесь на равных правах. Поэтому сегодня опционов не будет. Единственное, если Антонио захочет нам что-нибудь рассказать про опционные стратегии голосом, я с удовольствием послушаю, например, Антонио. Так что сейчас через два выступающих, дайте ему слово, послушаем с голоса ваши опционные стратегии, если есть возможность, конечно, на эту тему выступить. Ну, а сегодня я вижу наших спикеров. Я хочу услышать Дмитрия Семенова, Юрия Чебатарева, Брюса Прещепа сегодня и Георгия Харитонова. Вот этих четырех человек, мы надеемся сегодня послушать. Дмитрий Семенов, трейдер компании Калита Финанс. Вам слово. Приветствую, Дмитрий. Приветствую, Игорь. Приветствую всех. Какой план сегодня? Как всегда планов нет, Игорь. Ну, я не сомневаюсь, что в три часа я скажу, что день был великолепный, как всегда в профике. Но это нормальное явление, потому что я не могу заранее сказать, что будет. Я, когда торгую, я использую свою торговую систему, которая, в принципе, основана на пробоях уровня каких-то. То есть я, когда торгую, я ограничу, вернее, я вижу границы диапазона, где движется сама и торгую только от них. Я где-то все его руками не пытаюсь даже торговать. Вот. Но, тем не менее, хочу показать один график сегодня. График евро-доллара. Давайте посмотрим. Давайте. Так, ненужные линии сейчас уберу. Они не нужны. В общем, Игорь, смотрите, что было вчера. Я вчера своим клиентам показывал эту картинку. Был вот этот наклонный уровень у нас нарисован с ними. И я им предлагал следующую идею. Если будет пробой линии, будет тестирование вот этого минимума. Ну, в принципе, так произошло. И какой-то будет откатик наверх продавать, вот я рекомендовал. Ну, то есть, судя по графику, откуда-то вот отсюда получается. Примерно вот из района 1.08.30. Ну, где-то так. То есть, видите, идея сработала. И вот, смотрите, самое интересное, что сейчас я хочу сказать. На текущий момент профит порядка 50 пунктов. Профит нормальный. И вроде бы как все смотрится вниз. То есть, пробой поддержки и так далее. Но вот твоя интуиция мне говорит, что вниз вряд ли будет развитие событий. То есть, я сейчас клиентам напишу, что фиксировали профит, кто продавал. И предлагаю потом, просто сегодня, завтра посмотреть, что получится. Будут снижения или нет. То есть, когда вы долго торгуете, у вас возникает интуиция трейдерства. Соответственно, если она говорит, что не нравится эта идея, значит, надо доверять. Вот мне не нравится движение вниз. И вот давайте посмотрим, что в конце концов получится. Вот. Идей, Игорь, еще раз повторю, никаких у меня нет. На текущий момент ни по одной валютной паре, ни по МЛВБ. Но все-таки я придерживаюсь вчерашней точки зрения, которую я вам рассказывал. Относительно МЛВБ, относительно рубля. То есть, доллар-рубль вверх по графике, скорее всего, мы увидим. В район куда-нибудь 60. Ну, а МЛВБ, скорее всего, мы в начале апреля достигнем область 1520-1500. Где-то вот там. Должны понимать, что это лишь мое предположение. То есть, не надо строить на этом торговые идеи. Давайте просто подожжим и посмотрим, что получится. Вот. И хочу сказать, что на этой неделе в пятницу будут интересные события. МПП, то есть количество рабочих лет в Америке. И не исключено, что мы увидим движение, как было вот месяц назад, 6 марта. Помните, вы еще торговали там вот в онлайне. Вполне возможно, что будет подобное движение. Сразу говорю, что лапивность может быть большой. И поэтому, без тех пор, если вы торгуете, мы можем очень сильно разочароваться. Ну, на текущий момент все. Возможно, в 3 часа что-то более адекватное выйдет. Но пока идеи вообще не на текущий момент. Ясненько. Спасибо большое, Дмитрий. Хороший вам торговый день. Да, заимно. Удачи. Коллеги, с нами был Дмитрий Семенов, трейдер компании «Калитафинанс». Георгий Харитонов, Ленинградская область. Заходите в эфир. У меня есть к вам вопрос. Доброе утро. Доброе утро. И этот вопрос по Мечеву. Рост за один день. 60 до 75 рублей. 25% рост. Вас это впечатляет? Будем участвовать в шоу? Ну, да, я вчера вошел до 15 тысяч рублей. Купил Мечеву немного. Ну, чисто как бы ради интереса. По цене 46.02. Закрытие 51.15 было. То есть я 10% по Мечеву получил уже. То есть пока остаюсь. Ну, посмотрим. То есть вроде бы там какой-то договоренности они пока с ВТБ еще не достигли. Но уже приходят какие-то новости о том, что там как-то идут какие-то переговоры. Ну, все надеются на то, что они все-таки эти договоренности и с ВТБ, и со Сбербанком они договорятся и смогут реструктуризировать. Ну, основные проплаты у Мечева 15-16 год, да, основные суммы. То есть ему главное реструктуризировать эти проплаты вот в 15-16 году. Если как бы все получится, то они домой выпадут из этой долговой ямы, которая образовалась. Ну, и также, видите, там новости выходили о том, что в России хотят создать опять банк там плохих долгов вот этих вот, да. И как раз-таки проектом первым этого банка плохих долгов как раз-таки будет являться Мечел. Ну, вот, поэтому, может быть, вот сейчас инвесторы на него и смотрят, как спекулянты больше, не инвесторы, а спекулянты на ту акцию, которая на российском рынке самая волатильная на данный момент. Она как хорошо падает, так хорошо и растет. Поэтому, если есть волатильная бумага, почему бы не поучаствовать с короткими стопами? То есть, ну, надо понимать, что стоп должен быть в два раза меньше, чем take profit. То есть, допустим, там 10 долларов стоп, вот 10 рублей стоп, 20 рублей прибыль должна быть. И тогда, намечили, можно будет заработать. То есть, вот таким вот образом. Ну, естественно, следить за новостями, как там будут проходить дальнейшие переговоры. Да, понятно. Какие еще? Ну, я со вчерашнего дня сижу пока в шарте, достаточно с 84 900 по индексу РТС. Индекс РТС вчера рос. Не знаю, что будет сегодня. Там как бы все зависит, скорее всего, от нефти. Но плюс были еще квартальные вот эти проплаты. Поэтому все скупали рубль. Рубль по технологии, да, вы, видимо, поддержали. Но если мы посмотрим сегодня на открытие рубля, доллар, рубль, пары, евро, рубль, можно увидеть, что доллар, рубль и евро, рубль открыли сильным гэпом вниз. То есть, доллар просел сильным гэпом вниз. И буквально за 15 минут мы этот гэп закрыли. То есть, на тех уровнях видно, что находятся сильные уровни поддержки. То есть, скорее всего, оттуда идет сильный откуп бакса. То есть, я думаю, что ниже бакс тех уровней, которые вот были вчера, которые были позавчера, уже вряд ли просяет. Это вот нам показывает тот гэп, который вот сегодня случился на открытии. Вот. То есть, дальше по позициям в шартах. Сейчас короткая позиция по золоту. Индекс РТС тоже короткая позиция. По доллару, рублю ничего пока не делаю. По Метчилу я открыл вчера позицию на покупку. Также открыл позицию на покупку Сургутнефтегаз. Акция привилегированная, обычная. Ну и на этом пока все. То есть, вот такие вот идеи. Ну и сегодня тоже стоит обратить внимание на ГМК Норникель, у которого идет отчетность. Ясненько. Спасибо. Собородительная бумага, да. То есть, надо будет посмотреть его. Ясненько. Ясненько. Спасибо большое, Георгий. Удачи вам в торговле сегодня. Спасибо. Это был Георгий Харитонов, трейдер из Ленинградской области, коллеги. Брюс Прищеп, Динская. Мне интересно поговорить с вами по Сбербанку. Доброе утро. Доброе утро всем. Доброе утро, Игорь. Брюс, я смотрю на Сбербанк и вижу 3% рост. Вчера 63,01 закрытие. Не переубедило ли вас это в направлении движения акций Сбербанка? Ну, я сегодня ожидаю. Возможно, сегодня будет гэп и тестирование вот этого уровня в 63. Если на нем задержимся, то, возможно, идет уже разворот тенденции наверх. А, возможно, просто пробои собирают стопы. Поэтому на открытии будет видно уже, что происходит с бумагой. На самом деле. Потому что все эти одномоментные выпады, они одномоментные. А само движение уже будет видно, как оно будет формироваться. То есть вы сегодня открываетесь в той же позиции на продажу Сбербанка и будете смотреть. Срочно закрывать Сбербанк и открываться в рост вы пока не планируете? Ну, меня много раз рынок так, знаете, за нос водил. Поэтому я уже теперь закрылся по стопу, смотрю ситуацию. Не закрылся. Было такое, что вот-вот цена подходила к моему стопу, рука дрожала. Я закрывал позиции. Тут предательски цена разворачивалась в другую сторону и уходила туда, куда я и ждал. Поэтому я просто спокойно наблюдаю без всяких эмоций, без всяких дерганий. Закроется, ну, замечательно, значит, будем смотреть, что дальше с ним происходит. Понятно. Не заходить, что будет, надо будет смотреть. Это только смотреть надо бумагу. Понятно. То есть вы сегодня в позиции продажи по Сбербанку остаетесь и смотрите с утра, что будет происходить. Да, конечно. На открытии сейчас все будет видно. Возможно вынесут, возможно нет. Все будет видно сразу. Да, мы тоже с удовольствием будем за этим наблюдать. Спасибо вам огромное. Удачи сегодня. Спасибо всем. Удачных дорогих. Спасибо. Коллеги, с нами был Брюс Прищеп, Одинская. И Юрий Чеботарев, Москва. Мне интересно ваше мнение по сегодняшнему дню. Какое будет сегодня утро в Москве? Снег уже выпал. Что будет дальше? Очень долго идет интернет по Москве. И понятно, что далеко, далеко, в 20 кварталах от офиса находится, ну может в 30 кварталах находится от офиса, так сказать, от офиса Юрия Чеботарева. По Москве долго идет интернет. Это правда, коллеги. Удивительно. Ну вы видели сегодня включение Ленинградской области, Динская. Прекрасное качество, все. Ну вот и по Москве дошел интернет. Приветствуем вас, Юрий. А звук, если включите, мы вас услышим. Звук, звук. Звук, звук. И вот меня до сих пор, в общем-то, беспокоят опционы июньской экспирации. Там все-таки начинает дальше увеличиваться количество открытых контрактов по опционам КОЛ. И на сегодняшний день открыто 385 тысяч контрактов по опционам КОЛ. Почему это напрягает? Потому что мы посмотрим количество открытых контрактов по опционам КОЛ. Мы видим там всего 600 контрактов. И 385 тысяч. Это очень много. В революции опционы КОЛ. Там открыто всего 100 тысяч контрактов. То есть такое впечатление, что все-таки на юге Юрия... Ясненько, Юрий. Понял вас. Но вот, к сожалению, к сожалению, плохо, почему-то плохо идет пока у нас эфир. Поэтому давайте мы пока остановим на этом. Юрий, надо что-то с интернетом делать, потому что мы в Москве. Конечно, надо это поправлять. Ну что, коллеги, подводим итоги. В целом, позитивное утро, я вижу, и по индексам, и по рублю. Негативный фактор о том, что руководитель господаврации вывели из подотчетности по налогам. Неизвестно почему, неизвестно за что. Но это долгосрочный такой негативный фактор. Сегодня, я думаю, он вряд ли окажет влияние на рынок. Я жду сегодня положительный день. Ну что, коллеги, да, и монета показала по рублю-бай, имейте в виду. Всем удачных торгов! Программу Торговый план завершаем. Удачи!